друзья всем привет меня зовут юля вы на моем кулинарном канале сладкий персик и сегодня мы с вами будем готовить необычное картофельное пюре но перед тем как посмотреть рецепт обязательно поставьте лайк этому видео и подписывайтесь на мой канал я знаю что картофельное пюре конечно же все умеют готовить и все его любят но сегодня у нас будет весьма такое необычное во-первых я покажу как сделать картофельное пюре очень вкусным пожалуй самым вкусным которое только может быть мы будем добавлять картошки брокколи нам понадобится картофель соль молоко или сливки мускатный орех сливочное масло и брокколи первым делом мы с вами моем картошку и чистим ее здесь все понятно но смотрите картофель у нас есть разных сортов на самом деле не вся картошка одинаково хорошо подходит для картофельного пюре нужно выбирать сорта белого цвета красный картофель содержит меньше крахмала а нам нужен картофель с максимальным количеством крахмала чтобы он получился рассыпчатым и вкусным поэтому чем белее картофель тем вкуснее получится пюре у меня здесь картофель желтый он конечно не идеальный подходит для пюре но в принципе это лучше чем красный вот если будет белый будет просто супер очищенный картофель промываем водой и нарезаем на кусочки целую картошку варить тоже можно так она будет вариться дольше поэтому я всегда когда делаю картофельное пюре режу его или кубиками или просто на произвольные кусочки и еще обязательно ставим маленькую кастрюлю с водой и доводим ее до кипения это нужно нам для того чтобы сварить брокколи нарезанный картофель мы складываем в кастрюлю и заливаем холодной водой и пока что ни в коем случае не солим ставим кастрюлю на плиту на самый сильный огонь и варим картофель до мягкости после закипания примерно минут 20-25 все зависит от сорта и от размера кусочков я напомню что во второй кастрюле у нас закипает вода в которой мы будем варить брокколи кипящую воду мы кладем брокколи у меня брокколи заморожено можно готовить конечно же и свежее если сейчас например лето и сезон брокколи а можно вместо брокколи взять капусту который белая с ней получается тоже очень вкусно это вообще наш любимый вид картофельного пюре кидаем брокколи и варим до мягкости это наверное примерно 5-10 минут тоже зависит от размера соцветия у меня видите они такие большие поэтому скорее всего она будет вариться чуть подольше чтобы понять приготовилась брокколи или нет мы просто протыкаем ее ножом или вилкой он и брокколи вообще мягкая картошка ну картошечка то еще минут пять кипит брокколи снимаем воду и потом разомнем ее толкушкой здесь мы с вами используем обычную толкушку потому что мне хочется чтобы в структуре блюда точнее в текстуре блюда присутствовал брокколи такая не совсем измельченная если же мы хотим получить прям идеально такую ровную однородную консистенцию пюре то брокколи можно измельчить с помощью погружного блендера так дальше что делаем с картофелем нам нужно слить воду а картофель оставить в кастрюле после того как мы воду сольем мы поставим ее обратно на плиту включим на самый маленький огонь и немножко поварим точнее поготовим это делается для того чтобы с картофеля ушла вся влага и так текстура пюре будет более однородная и вкусная вот так вот оставляем примерно наверное минут на пять вообще секрет многих поваров практически все шеф-повара так делают что вкусная картошка получилось и пропариваем крышкой не закрываем картошечка у нас пропарилась и теперь мы перекладываем ее кастрюлю с брокколи теперь берем все ту же толкушку и разминаем картофель вместе с брокколи уже смотрите он выпарился и он прям очень хорошо разминается просто шикарно намного лучше чем картофель в котором осталась вода так вот немножко размяли и теперь добавляем сливочное масло растопленное чем больше масла тем вкуснее картошечка и теперь главный секрет сейчас мы с вами будем солить вот я сейчас возьму примерно одну чайную ложку посолю разомну потом попробую если не хватит соли еще до соли и теперь мы еще добавляем обязательно пол чайной ложки мускатного ореха он просто придает какой-то невероятный вкус картофельным пюре даже можно не пол чайной ложки на на четвертую чтоб не переборщить картошка будет просто шикарная гости будут спрашивать что туда добавили и ни в коем случае не признавайтесь теперь все это разминаем снова и теперь когда все размяли до состояния уже однородного что практически не булкомочков мы наливаем горячее молоко или горячие сливки и снова разминаем я кстати вам напомню что такое же картофельное пюре можно делать не только с брокколи но и с цветной капустой который белая капуста все то же самое такой же совершенно принцип не получается просто очень вкусно главное полезно тоже можно сочетать цветную капусту и брокколи картофель тоже получается классно и еще хотел бы сказать про количество молока здесь нет такого точного количества молока потому что кто-то любит пюре очень жидкое кто-то любит пюре погуще поэтому делайте так как вам больше нравится как нравится ваша семья посмотрите какой красивый у нас получилось пюре но необычного такого салатового цвета это конечно же за брокколи и думаю что если даже вы на праздничный стол вы приготовите гости точно оценят будут спрашивать захотят его попробовать потому что картофельное пюре тоже привычное блюдо а вот такое это уже что-то необычное и интересное давайте попробуем как она на вкус замечательно я считаю что в качестве разнообразия можно иногда так экспериментировать с картошкой тем более картошку мы все любим она всегда есть дома добавить один или несколько новых ингредиентов мускатный орех сливки молоко брокколи или цветную капусту и у вас получится уже совершенно новое блюдо и точно вкусно обязательно пишите ваши отзывы я буду их ждать подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк этому рецепту увидимся